Уверенность, а точнее самоуверенность Александры Черно достигла таких размеров, что она решила принять участие в фотосъемке в стиле Нью. На протяжении последних нескольких недель девушка только и делала, что скупала эротические комплекты белья и приводила себя в надлежащий вид, думая, что она выглядит сексуально. Однако вместо триумфа ее ждал полный провал. В одном из недавних эфиров телезрителям представилась возможность лицезреть Сашу во всей красе, что оказалось зрелищем, мягко говоря, не для слабонервных. Теперь шокированные поклонники шоу даже не сомневаются, Иосифу Аганисяну приплачивают за интим с такой горой безобразного жира. Или он просто извращенец, которого необходимо лечить? Родители Маши Смирновой готовы принять дочь после всего, что она натворила на Сейшелах и ждут ее в отпуск. Марина Африкантова увидела новый бюст Александры Шевы и снова задумалась об операции. Правда, пока не решила увеличить или сделать коррекцию. Майя Донцова не понимает, почему их с Купиным пару так не любят. Они вместе счастливы, но учились сглаживать конфликты и идут к свадьбе. И они не суют везде свои носы, просто общаются с ребятами, обсуждают их проблемы. Проект ведь для этого и создан. Редакторы журнала Дом-2 обнародовали переписку Валерия Блюменкранца и бывшего участника Виталия Альперовича, из которой им стало известно о многочисленных изменах Валеры во время брака с Татой. Илья Ябаров просит ведущих отправить его на остров любви на три месяца. Из конкурса он уже вылетел, а показываться на глаза Алене Савкиной до родов ему не хочется. Стало известно о том, что Марина Африкантова и Роман Капаклы наконец-то подали заявление в ЗАГС. Давно стало понятно, что за проектом жизнь семейства Рапунцель складывалась не слишком удачно. Девушки, конечно, не бедствовали, однако и о достатке речи никогда не шло. А в одном из недавних эфиров скрылась настоящая цель пребывания всего семейства на проекте. В приватной беседе с Ильей Ябаровым Рапунцель-старшая не стала скрывать того факта, что не спешит покидать реалити-шоу. Женщина не единожды подчеркнула, как сильно она хочет, чтобы Алена доходила беременность на поляне и родила в одной из столичных клиник. Более того, даже после рождения внука Татьяна Владимировна не намерена возвращаться в родной Владивосток. Как оказалось, звездная бабушка не против еще как минимум пару лет пожить на проекте, на полном пансионе, да еще и с хорошей зарплатой. Возможно, именно из-за обид на зазвездившуюся Савкину участники с такой легкостью проголосовали против нее в отборочном туре конкурса «Человек года». Однако мимолетная неудача сменилась победой. Как оказалось, Алена стала участником месяца с призом в 50 тысяч рублей. Пока сама будущая мамочка радуется выигрышу и планирует на что потратить деньги, участники открыто негодуют. Многих искренне удивляет, почему неприметная в периметре Савкина лидирует в который уже раз. Некоторые даже подозревают организаторов подтасовки результатов. Многие помнят, как до сих пор влюбленная в Саймона Морданшина Маргарита Овсяникова усомнилась в симпатии парня к ведущей Ольге Орловой. Тогда Рита, явно забывшись, намекнула на возраст ведущей и открыто заявила о том, что она ну никак не может нравиться Саймону. Лишь накануне стало известно о том, как жестоко Ольга отомстила подопечной. Если верить не меру болтливым сотрудникам аппаратной, Овсяникову посреди ночи, в буквальном смысле этого слова, вышвырнули за ворота. Ночью в комнату девушки пришла целая делегация во главе с Орловой, а на сборы были даны считанные минуты. Естественно, все произошедшее осталось за кадром. Изгнанием за ворота Ольга решила не ограничиваться. Мстительная ведущая пообещала Рите устроить за периметром сладкую жизнь. Орлова заверила, что экс-участнице не удастся устроиться ни на одну нормальную работу в Москве, из-за чего в конечном итоге придется вернуться на родину. Спасибо за просмотр! Рекомендую предыдущие интересные ролики. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик справа внизу под видео, чтобы не пропустить следующий выпуск. Редактор субтитров А.Семкин